Ту-дуу! Это мои покупки. Сарафан джинсовый. И... Ух, грохот какой! И куртка. Очень хотела. Такую куртку. Всем доброе-доброе утро, мои хорошие. Я собралась пройтись по свежему воздуху, по делам. Кстати, сегодня очень пасмурная погода. Сейчас идет морозь, ночью был дождь. Но я обожаю такую погоду, поэтому у меня отличное настроение. Кстати, я в новом сарафане. Посмотрите, как классно. Вам нравится? Мне очень. Я надела вот такую полосатенькую футболочку. Осталось набросить ветровку, обувь, и я готова. Короче, как-то так. И сегодня я хочу быстренько затронуть тему нищебродства. Девочки и мальчики, ну кто нищеброд? Кто нищеброд? Я не считаю себя такой. Я уверена, самодостаточная женщина. Могу себе позволить, ну не все в этом мире и жизни, но многое. Например, путешествовать, отдыхать, когда я этого захочу. Дорогую одежду, украшения, вкусную еду и так далее. И честно, у меня бы уже давно была машина, но ее нет, потому что на это есть причины. У меня фобия, и что не делается, делается к лучшему. Я от этого не страдаю, потому что это не самое главное в жизни. Я могу, если меня приспичит, поехать на автобусе на чужой машине. Поэтому я не вижу в этом нищебродства. Почему я не хожу по кафе и ресторанам? Ну, я не любитель, но и не противник. Я это делаю, но очень-очень редко, потому что не вижу смысла. Не вижу я смысла шастать по ресторанам и кафе. Но позволить себе это могу. Почему я не покупаю многих продуктов? Многое не ем. Но это уже дело личное каждого. Я покупаю и ем то, что хочу и то, что мне нравится. Я вообще всеядная, но придерживаюсь в еде своего личного. Я не мясоед, не рыбоед, морепродукты не люблю, колбасу я не ем и многое-многое другое. Во-первых, в этом тоже есть плюс для здоровья. Да-да-да. Потому что вы считаете, если не нищеброд, то надо в себя запихивать, как потерпевшая. Нет. Я всегда сытая, довольная, и мне всего хватает. Вот без этого. То, что привыкли считать за пищу люди. Меня устраивает такое питание. И поверьте, мой организм от этого не страдает. Он только говорит спасибо за то, что я его не зашлаковываю всякой дрянью. Во-первых, и мне комфортно. И ему комфортно. Я всеядная. Я все ем. Крупы, каши, супы, курочку люблю, овощи, фрукты, молочка. То есть я не голодаю. У меня все с этим нормально. Просто я придерживаюсь некоторых вещей. Вот и все. Наоборот, я блюдю себя. Блюдю как могу. И, конечно же, вот фрукты у меня на первом месте. Я, например, могу себе позволить смузи. Я постоянно делаю смузи. Только он один сколько выходит по деньгам. Будь счастливая, довольная. Такой воздух обалденный. Все уже кустики хереет, уже керет. И все равно очень круто. Будь я. Крап, 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 крап. Он такой мелкий, колючий. Но все равно жизнь прекрасна, надеятельна. Посмотрите, впереди идет мужичок. Он взрослый. Башка вся седая. А какой крепкий. Такой прям здоровенный. Класс. Уважаю таких людей, которые блюдят себя. Вот так я сегодня выгляжу. Джинсовочка. Сарапан. Все как всегда. Безвечно и красиво. Зонтик. Фрукты. Груша 215. 159. Пошли яблоки. 159. 239. Короче, цены. Вы видите. Это яблочки. Мандарины. 229. Помелла. 179. Слива. 249. Бананы. 180. Нектари. Манго. Бимон. Кирин. Ну и, конечно же, орехи. Всякие разные семена, семечки. Вот, пожалуйста. Арахис. Миндаль. 463 рубля. Грецкий орех. 322 рубля. Ступенные семечки. 200 рублей почти. И поехали. Вы говорите, зачем я везла с Турции орехи. Вот поэтому и везла. Хотя бы на какое-то время. А еще я пользуюсь вот такими дарами природы. Салатная фантазия. Здесь кунжут, лен, подсолнечные семечки, тыквенные семечки. И один пакетик стоит 53 рубля. Ну все, я дома набродилась под дождем. Кайфанула. Зашла в магазин. Подкупить себе бананы. И взяла чокупай. Мне он очень нравится. Но я очень редко его покупаю. Вот упаковка. 12 штук. Они обалденные. Конечно же, печенье. Вот такое вот кругленькое с изюмом. Пряники мятные. Тоже офигительно вкусные. Как в детстве. И взяла себе баночку фасоли. Вот такой вот. Наверное, сварю спагетти или макарошки. И это будет просто бомба. Купила себе сироп от кашля. И что я хочу показать. Посмотрите, какой прикол. Обычно мерочная ложечка, мерочная крышечка. А здесь рюмочка. Такая милота. Приятно даже пить лекарство. Так. И взяла внуку пару ковтеек. Вот такую вот толстушку. Она темно-синяя. Такой вот классный орнамент. И она тепленькая. Видите, с начосиком. Он как раз на осень-зиму. Я думаю, ему понравится. И водолазочку. Она такая тоненькая. Прям хэбэшечка. С горлышком. Цвет классный. Но на камере она намного ярче. Вообще цвет черешни, что ли. Она камеру яркая. Вот, короче, вот такие покупочки. Так, водолазка стоит у нас 300 рублей. 290. Это Узбекистан. А вот такая вот толстовочка синяя. Она стоит 440. Производство Россия. Так что вот так вот все понесу наряды внуку. У меня есть вот такой вот мерочный стакан. В нем всегда я делаю себе смузи. Здесь 700 миллилитров. И лично я использую 4-5 фруктов. Сегодня у меня будут бананы, нектарин, апельсины, яблоки и курага. То есть, если мало фруктов, то я беру сухофрукты. Ну и, конечно же, орехи и всякие семечки, семена. Чтобы сделать один раз смузи, у меня по деньгам уходит 300-350 рублей. Чтобы вы понимали, в месяц умножаем. Получается не слабая сумма 9000. Это очень вкусно, полезно. И денег на это жалеть не надо. Могу себе позволить. Получается вот такой вот полный стакан. И я еще люблю добавлять лимонный сок. Это вообще круто.